Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги чисел, и мы будем читать 25 главу. Здесь говорится об идолопоклонстве израилетян в сетиме и о гневе Господа. И о ревнителе Финессе, который карает отступника. И мы читаем. «И жил Израиль в сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Маава». В Библии мы видим, что когда начинают блудодействовать с язычницами, это неизбежно приводит самих блудодеев к идолопоклонству. Даже царь Соломон, хотя закон Божий предупреждал, что не надо заводить иноземных жен, он завел иноземных жен, и они совратили его сердце. Так и в этом случае. «И приглашали они, они – это вот эти мавитянки, народ, то есть евреев, к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, то есть народ еврейский, и кланялся богам их». Кстати, когда о еврейском народе пишется просто вот как «народ», это не удовольствие Божие. А когда Бог доволен ими, там говорится «мой народ». «И прилепился Израиль к Валфи-гору», это к идолу, «и воспламенился гнев Господень на Израиле, и сказал Господь Моисею, «возьми всех начальников народа и повесь их Господу пред солнцем». То есть средь бела дня, чтобы другим не было повадно. «И отвратится от Израиля ярость гнева Господня, и сказал Моисей судьям Израилевым, убейте каждый людей своих, прилепившихся к Валфи-гору». Борьба дьявола с еврейским народом – это борьба против Христа, который имел намерение родиться через этот народ. И дьявол знал с древних времен, что это будет так. Поэтому дьявол пытался или уничтожить этот народ, или сделать их язычниками, то есть абсолютно недостойными, чтобы от них родился бы в мир Христос Спаситель. Далее мы читаем о ревнителе Финесе. «И вот некто из сынов Израилевых, вот когда не называется имя, я это объясняю часто вам, значит, Бог недоволен этим некто. И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим Мадеонитянку в глазах Моисея, то есть не постыдился Моисея, и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа с киней собрания». Они в слезах каются, а он в наглую ведет свой шатер Мавитянку. «Финес, сын Ильазара, то есть Финес из священников, сына Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свою копье и вошел вслед за израилетянином в спальню и пронзил обоих их, израилетянина и женщину и чрево ее, и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 тысячи». То есть их Финес протыкает копьем в момент их совокупления друг с другом. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Финес, сын Ильазара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их. И я не истребил сынов Израилевых в ревности моей». То есть ревности Божией, которая могла уничтожить нечестивых израилетян, противостоит ревность о Господе человека, Финеса, который идет и совершает свой этот подвиг. «Посему скажи, вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомству его» это благословение Финесу, «по нем заветам священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых». Имя убитого израилетянина, который убит смодианитянкой, было «Земри, сын Салу». То есть сначала имя не называется, говорится о действии, это не удовольствие Божие. А когда оно называется уже после действия, это уже как бы несущественно. Этот человек все равно потерял свое имя и честь. Имя убитого израилетянина, который убит смодианитянкой, был «Земри, сын Салу», начальник поколения Симеонова. То есть на этот род пал позор, поэтому имя упоминается. А имя убитой маанитянки – Хазва. Она была дочь Цура, начальника Амофа, племени Мадиамского. Это тоже к постыжению мадианитян, почему она пошла с ним. «И сказал Господь Моисею, говоря, враждуйте с мадианитянами и поражайте их, ибо они враждебно поступили с вами, в коварстве своем, прельстив вас фигурам и Хазвой, дочерью начальника Мадиамского, сестрою своею, убитую в день поражения за фигура». Здесь мы видим, что и женская красота совратила Израиль и идолопоклонство, поклонение, как вот сказано, прельстив вас фигурам. Итак, сегодня мы окончили чтение 25 главы книги «Чисел». «Будем живы, Господь позволит». В следующий раз мы будем читать 26 главу этой книги. Продолжение следует...